На другим темам. Чтобы уменьшить очереди в детский сад, во Владимире активно создают домашние, или так называемые семейные группы. Воспитателями на дому становятся многодетные мамы. Имея трех или четырех детей, умудряться еще где-то подрабатывать сверхсложно. А тут мамочки спокойно занимаются со своими малышами, да еще и получают за это стаж и зарплату. Сейчас в городе действует три домашних группы, а мы познакомились с семьей, которая развивает этот проект в загородном. Лиза, Серафима, Ваня и трехмесячный Глеб. С утра пораньше семейный детсад в полном составе отправляется на прогулку. Мама Елена всегда мечтала о большой семье и хотела воспитывать детей дома. О том, что в Москве развиваются семейные группы, они с мужем слышали давно, поэтому без колебаний согласились, когда такой проект стартовал в загородном. Так Елена стала воспитательницей на дому на полторы ставки. Выгода тут обоюдная. В детском садике уменьшается очередь, а многодетные родители получают денежную поддержку, да еще и четырехразовое бесплатное питание для своих малышей. Еду нам стараются приносить нянечке, воспитательницам. Завтрак, обед, ужин и полдник. То есть очень интересно. Готовки меньше, больше времени на игры и прогулки. Как и в обычном садике, малышей надо не только кормить и девать, но и развивать. Приходится много читать книжек по воспитанию детей, советоваться. Вот сейчас могу советоваться с психологом из садика. Специалисты из детского сада помогают Елене не только советом. Детей регулярно осматривает врач, приглашают на занятия музыкой и физкультурой. Ну а в кабинете социального педагога столько интересного, что можно вообще не выходить часами. Пластилин и крупа. Смотри, как красиво получилось. От киндер-сюрприза. Чтобы получить статус семейной группы, подгорские собрали нужные документы и прошли медосмотр. Главное условие, чтобы семья была благополучной и жила недалеко от садика. Чтобы в квартире было чисто, уютно. Вот эта семья сделала косметический ремонт для участия в проекте. Организовали отдельное спальное место для каждого ребенка, полотенца и прочие удобства. Когда при седьмом детском саде решили создать первую семейную группу, использовали опыт столицы и Тюмени. Теперь здесь готовы предложить эту идею еще нескольким местным мамочкам. Как у нас говорят, земля слухом полнится. Вот буквально два дня назад мне позвонила еще одна мамочка и попросила дать ей консультацию. По открытию семейной группы сказал, что у нее трое детей. Кстати, вовсе не обязательно, чтобы в группе были только родные братья и сестры. Ее вполне могут посещать и малыши из других семей, которые не могут ходить в обычный садик из-за слабого здоровья или по каким-то другим причинам.